Городской голова Лимана Александр Журавлев с нами на связи. Александр Викторович, приветствуем вас. С Александром мы общаемся по телефону. Александр, как слышите? Нормально, хорошо слышу. Здравствуйте. Александр Викторович, ну вот лиманское направление одно из самых тяжелых на фронте. Вооруженные силы Украины сдерживают российские войска от продвижения вглубь Бахмут. Солидар, Лиман находятся под постоянными обстрелами, насколько слышим и знаем эту информацию. Вот большие уже разрушения, человеческие жертвы. Расскажите, пожалуйста, какие последствия последних обстрелов вашего города? Ну, на сегодняшний день интенсивность обстрелов очень увеличилась. На сегодня много очень разрушено жилых домов. Частный сектор, плюс многоэтажные дома. Разрушена инфраструктура, уничтожено управление образованием, уничтожен фенотдел, уничтожена гимназия, которая была одной из лучших гимназий и давала очень хорошие результаты. Она полностью сгорела 100%. Сегодня уничтожена ДК Артема. У нас есть на окраина города, там где находится частный сектор, домов нет уже просто улицами. То есть у врага тактика такая, выжженные земли оставляют? Ну, судя по их действиям, я думаю, такая тактика у них. Скажите, пожалуйста, насколько близко уже подобрались вражеская армия к Лиману? Ну, практически находятся уже у границы города. Но, тем не менее, мы покуда сдерживаем этот фронт. А если говорить о населении города, сколько людей все еще остается и скольким удалось выехать на безопасные территории подконтрольной Украины? По нашим подсчетам, предварительным подсчетам, на сегодняшний день, конечно, сложновато сказать, но тем не менее. По нашим подсчетам в пределах 12 тысяч осталось, 11-12 тысяч осталось в громаде и в пределах 8 тысяч в городе осталось. Александр Викторович, ну, насколько мы знаем, в 2021 году население Лимана было порядка 20 тысяч жителей, правильно? Это города, да, по городу. 21 тысяча жителей было. То есть сейчас большая часть все же покинула Лиман? Да, эвакуировали. Мы вот буквально за последние 2-3 недели эвакуировали людей в пределах 6 тысяч. Из них 600 деток. А те, кто остался... Плюс люди эвакуировались своим личным транспортом. Но вот те 8 тысяч, которые остаются, есть ли у них возможность доступ к продуктам, к лекарствам, свет, газ, техникум? Каждый день мы сегодня тоже занимаемся эвакуацией. Постоянно благодаря волонтерам областной администрации, Краматорской районной администрации. У нас есть гуманитарная помощь. Завозим локально на участки. Они сами потом люди делятся. Находятся, живут в подвалах. Сложность, конечно, все, так сказать, сложнее и сложнее эвакуировать. Потому что зачастую попадают наши автомобили бронированные, которым нам помогают. И национальная полиция, и волонтеры, которые выделяют нам этот транспорт, попадают под обстрелы. Александр Викторович, ну вот что такое война? Жители Лимана могли почувствовать уже на себе еще в 2014 году. Расскажите, пожалуйста, вот какая сейчас была атмосфера и настроение среди жителей, когда они понимали, что вражеская армия приближается все ближе и ближе, и в очередной раз город окажется под обстрелами? Ну я вам хочу сказать, в 2014 году не так сильно коснулось, и люди думали, что это будет как в 2014. Вот я с ними общаюсь, разговариваю. Говорят, чего вы не эвакуировались, что вы ждали? Мы думали, как будет в 2014. Под оккупацией города в 2014 году был небольшой период. А сегодня, ну это действительно идет разрушительная война и смертоносная война. Но и все равно люди остаются. Вот как они аргументируют? Ведь все же рекомендуют. Нам некуда ехать. Нам некуда ехать. Хотя до единого человека, которого мы эвакуировали, все обеспечены жильем и питанием. Да, возможно, не такие условия, какие у них были. Но тем не менее, мы сохраняем их жизнь. Я им объясняю, говорю, смотрите, но вот сегодня все равно вы сидите в подвалах. Неужели это легче? Ну, все равно, как начинается интенсивность обстрела, сразу увеличивается количество эвакуированных людей. Как немножко притихает, сразу люди ждут. Вот, все закончилось. Но, к сожалению, походу ничего не заканчивается. Скажите, пожалуйста, насколько стратегически важен лиман для путинской армии? Ну, я думаю, он важен стратегически для продвижения дальше, в Славянском, Краматорском, Бахмутском направлении. А так, в принципе. У нас, так сказать, основной это был бюджетонаполняющий предприятие. Это железная дорога, несколько там предприятий таких, и плюс сельское хозяйство. Я не думаю, что они. Им чисто это дальше продвигаться. Это мое такое, так сказать, субъективное мнение. Существует ли у вас уже какая-то статистика, сколько жителей Лимана стали жертвами российской агрессии вот уже в 2022 году? Ну, я вам хочу сказать, статистика на сегодняшний день, она у нас, в принципе, есть, но уже она не точная. Потому что, вот, буквально за последние трое суток интенсивность очень увеличилась. И я же сказал, что, в принципе, улицами, и мы не понимаем, допустим, нет возможности туда пройти. Есть заваленные люди, которые сидели в подвалах, которые там к соседям приходили тогда, когда их дома были разрушены. Поэтому, ну, думаю, скоро мы... А последние данные какие были? Ну, последние данные было в пределах 80 человек. И все-таки на сегодняшний день вы настоятельно рекомендуете, и военные об этом говорят, чтобы люди выезжали, спасали жизни, спасали детей, переезжали в безопасные регионы, где в обязательном порядке люди получают и крышу над головой, и питание, и самое главное, безопасность. Ведь так, Александр Ильич? Приостановили эвакуацию, потому что была машина обстреляна сегодня, немножко ее повредили, она не смогла дальше просто работать. Отправили ее в ремонт, но планируем на завтра возобновить эвакуацию. Да, скажите, ведь удивляет такая аргументация людей, что они пересидят, переждут, ведь уже вот сегодня 87-й день полномасштабного вторжения. Уже за эти дни можно было изучить по крупицам те кадры, которые поступали и из Бучи, и из Арпеня, и других городов, в частности из Мариуполя. И все же люди считают, что в их случае все пройдет мимо. Ну, я вам хочу сказать, знаете, к каждому в голову не залезешь, и поэтому убеждаем, рассказываем, объясняем, обращаемся вместе с населением и к руководству страны, и к военным. Помогите, защитите наш любимый прекрасный город, защитите от вот этого варварского, так сказать, уничтожения. Потому что у нас город действительно очень был прекрасный. У нас и вода, и озера, и леса, экологически чистый город. Но, к сожалению, вот такая ситуация. Александр Викторович, спасибо вам большое, что нашли время для проекта Freedom и рассказали о том, что происходит сейчас в Лимане Донецкой области. Нашим зрителям напомню, с нами был городской голова Алимана Александр Журавлев.